Привет, дорогие друзья! Гипертония – заболевание, которое поражает колоссальное количество людей. По всем клиническим данным, почти 100% взрослых людей после 50 лет страдают гипертоническим заболеванием. Повышенное давление – 95%, после 50% все уже с гипертонией. Борются с ней в основном таблетками, что всегда оказывается безуспешным. Медицина упорно борется с гипертонией и таблетками, и упорно не может ее победить. Но упорно продолжает бороться. Чем упорнее она не может ее победить таблетками, тем упорнее она продолжает с ней бороться. И сегодня я хотел бы вам рассказать про три простых таких совета, о которых мало кто вообще знает и задумывается, когда сталкивается с гипертонией, ну таких для совсем уж начинающих, кто хочет себе пользу какую-то начать приносить. Не только таблетками травиться, а начать приносить пользу. И начнем мы с простого. Многим врачи говорят, что это лишняя жидкость в организме у вас. Ну гипертоника – лишняя жидкость у вас в организме. Надо, значит, пить мочегонный, чтобы эту жидкость слить. И назначают врачи в огромных количествах эти мочегонные, гипертоники их пьют. Делать этого не нужно. Лишняя жидкость у вас в организме действительно есть у большинства. И еще, а еще что говорят, соль, говорит, не ешь. Соленый не ешь. Вот будет у тебя соленая, потому что наешься, будет у тебя жажда, напьешься воды, в общем, от соленого, и будет у тебя гипертонический кризис. Все. Из-за соленого. Ну чушь полная, ну то есть это просто шизофренический бред. Антинаучный. Потому что, ну, это только в одном случае может быть справедливо, когда у человека совсем больные почки. Ну, совсем там никакие. А почки, слава богу, у людей, у большинства держатся очень долго. В отличие от общепринятых представлений, когда людям заявляют, что у них там больные почки и так далее. Почка очень выносливый орган, парный орган. У большинства людей две почки, кому не удалили по каким-то причинам одну из почек. И поэтому запас прочности там большой, и с солью они справляются прекрасно. быстро выводят эту воду, которую вы напились там от соли. И, в общем-то, никуда она не попадает особо, эта вода там в обмен веществ. Выводится в унитаз вместе с мочой и с этими лишними солями, которые вы съели. Очень трудно себя солью перенасытить. Организм очень четко держит баланс вот этих ионов соли в крови. Потому что от этого зависит функционирование сердца, функционирование нервной системы. И он не допускает. Сколько бы вы соль не съели, хоть ешьте ее ложкой, но это невозможно, потому что вас вырвет. Пересоленое что-то съели там. Очень быстро он ее выведет. Вместе с мочой, с потом, с дыханием. Всю эту лишнюю соль. И почему? Потому что ему нужен баланс. Он не будет допускать, что его там будет засаливаться от этой соли. А вот сахар, про который никто и не думает даже, его отменять. Соль все отменяют по голове. Ну все, соль не ешь, бессолевая диета, у тебя там чушь какую-то там прут. Даже не понимаю вообще, что есть баланс электролитов, которые в крови. Буферные системы настолько крови следят за этим, что просто они не допускают даже малейших каких-то отклонений. А вот сахар, он уходит в ткани. Он существует в виде глюкозы, которая требует для своей переработки очень много воды. Вы, эта вода уходит, когда пьете от сахара, вот эта вода не выходит из вас через почки. Она уходит в ткани вслед за сахаром для того, чтобы он там у вас переработался в тканях. И тогда вы начинаете отекать. И действительно у вас из-за того, что вы съедите много сладкого, много макаронов, картошки, всяких вот этих углеводов, которые превращаются в глюкозу у нас в организме. Вам нужно много пить, и вы пьете много, и вам нужно много воды. И у вас вода эта в организме стоит. В этом возникает отечность, перегрузка сердечно-сосудистой системы. И вот это является истинной причиной какой-то большой весомый вклад в гипертоническую болезнь. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Даже у нас есть пациенты в клинике, которые приходят, и мы им все делаем, все восстанавливаем кровотоки, сердце, сосуды, полностью все сделали, а у него не проходит. А он потому что ест углеводы. Перестает есть углеводы, у него гипертония уходит совсем. Поэтому первое, что вы должны сделать, это перестать есть сладкое и углеводы. Вот это такая простая вещь для гипертоника, очень необходимая. Очень необходимая. Следующая простая вещь для гипертоника – это осознание того, что мышцы – это второе сердце. Поэтому вам нужно что сделать? Вам нужно включить мышечную систему в работу. Не отдыхать, лежать, как говорят. Вот у вас там давление поднялось, вы полежите, отдохните, вы там никуда не ходите и так далее. Вам надо, наоборот, снять нагрузку сердца. Для этого надо двигаться мышцами. И самое простое, что я рекомендую всегда, о которых обычно никто ничего не знает, кроме тех, кто со мной знаком, что во время, что всем гипертоникам, хотя это странно, написано во многих научных работах, доказано давно, что гипертоникам надо гулять много. Лучше на свежем воздухе. Ну там час в день прогулок обязательно, обязательно нужно делать. Ну почему-то это почти никто не знает. Все, наоборот, говорят гипертоникам, что ты очень устаешь, тебе надо отдохнуть и так далее. Тебе ему надо гулять, чтобы включились мышцы ног в работу, и тогда улучшится кровообращение, снизится нагрузка на сердце и упадет давление. Ну и третье, что тоже мало кто знает из современных гипертоников, это роль в этом во всем, роль правильного дыхания, роль диафрагмы. Дело в том, что сердечная мышца, она лежит на диафрагме. Диафрагма – это такая мышца, которая отделяет брюшную полость от грудной. И от состояния диафрагмы зависит, насколько она сильная у вас, насколько хорошо будет работать ваше сердце. Она как бы основа для сердца. Сердце на ней лежит прямо на диафрагме. И тренируя диафрагму, вы тем самым тоже снимаете нагрузку и даете более стабильные условия для работы своего сердца. Как тренировать диафрагму? Значит, ложитесь на живот, на живот, ой, на живот уже заговорил, на спину ложитесь. Берете себе там какой-нибудь пятилитровый баллон, ну вот этот там с водой, ставите себе на живот его. Вот на вдохе он у вас как бы продавливает живот, на выдохе вы его поднимаете. Ну вот смотрите на мой живот. Ложиться не буду, просто покажу. Вот вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, живот втянулся, выдох. И вот как бы вы, а у вас стоит пятилитровый баллон здесь. И вы, а выдавливает-то живот кто? Диафрагма, она сокращается, и живот выдавливается у вас вверх. И таким образом вы будете давать нагрузку на мышцу диафрагму, тренировать. Вот таких вот 50-60 вот выдохов с подъемом этого пятилитрового баллона с водой в день банально. Более стабильная работа сердца. У кого есть аритмия, будет эта аритмия уменьшаться. И естественно будет колоссальный эффект на гипертонию оказывать. Вот и все, дорогие друзья. Вот три простых вещи, которые надо делать при гипертонии для начала хотя бы. И у вас уже пойдет успех. Но об них почти никто не знает, а вы теперь знаете. Поставьте этому видео лайк и поделитесь с другими гипертониками. Пока. С вами был доктор Шишонин. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Записные обследования в клинику. Будьте здоровы!